Далее в выпуске. Штраф в 300 тысяч рублей и два года заключения. За пропаганду фашизма грозят молодому северодвинцу. Подковал крыльцо произведением искусства, самодельные перила украшают дом. Двойная сплошная мешает припарковаться. Неудобная разметка ради безопасности. Здравствуйте. Продолжительные туманы вскоре станут спутниками похолодания в Северодвинске. С прогнозами на завтра вас приветствует Небесная канцелярия. И я, и Рада. С нами наш спонсор «Формула чистоты». 27 сентября по данным Гесметио в Северодвинске ночи ожидается 3 градуса выше 0. Днем воздух прогреется до 8 тепла. Облачно. Утром небольшой дождь. Но уже к вечеру облака рассеются. И ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составить 761 миллиметр ртутного столба. Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем, в четверг полная вода будет ночью в 3 часа 55 минут и днем в 16-19. Малая вода утром в 9 часов 27 минут и вечером в 21.59. Завтра день, когда многие склонны недооценивать важность существующих проблем. Но звезды уверяют, это не приведет к серьезным ошибкам и потерям. Сохранять оптимизм просто и в отношениях с членами семьи. Обратитесь за помощью к нашему спонсору «Формула чистоты». И тогда будет чистым не только ваш дом, но и все, что в нем. Завтра природа окончательно распрощается с летом. Так что потеплее одевайтесь и не забывайте улыбаться. А я с вами прощаюсь. Увидимся! Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Штраф в 300 тысяч рублей и два года заключения за пропаганду фашизма грозят молодому северодвинцу. В суде рассматривается дело о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. В социальной сети молодой человек размещал фотографии с символикой фашизма и националистические высказывания. Сейчас обвиняемый называет это патриотизмом. Чрезмерный патриотизм для Павла Зорева может обернуться двумя годами лишения свободы. Северодвинец в течение года размещал в социальной сети фотографии и лозунги националистической направленности. Его высказывания в первую очередь были направлены против евреев и лиц кавказской национальности. Северодвинский суд расценил такие послания как возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Действия подсудимого квалифицированы по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. А именно подсудимый обвиняется в том, что он на своей странице в интернете в одной из социальных сетей разместил ряд фотографий, рисунков, изображений, содержащих с нацистской атрибутикой, символикой. Сам Северодвинец с обвинением не согласен. Говорит, размещал в сети только так называемые демотиваторы с юмористическими высказываниями про представителей других национальностей. К тому же его страница была доступна лишь пользователям социальной сети. Это является его личной страничкой, его личными убеждениями и его мнениями. Никому, соответственно, он ее не распространял и не собирался распространять. Сегодня в суде был опрошен уже второй свидетель. Знакомый обвиняемого дал прямо противоположные показания, сказанному ранее. Всего опросят пять человек. Рассмотрение дела займет не одну неделю. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Архангельское шоссе может похвастаться новыми светофорами, удобными остановками, парковками и яркой разметкой. Но к последнему элементу дороги у водителей есть претензии. Двойная сплошная на некоторых участках шоссе мешает автомобилистам выбрать направление движения. Претензии к дорожной разметке на участке Архангельского шоссе в районе центральной медсанчасти 58 появились у автомобилистов. Двойная сплошная в этом месте мешает при выезде с парковки повернуть в сторону улицы Портовой. Здесь у нас поликлиника. Очень много клиентов, пациентов приезжает. Ну сделана вот остановочка там хорошо. А по части того, что вот ткнулся человек, там занято все, некуда, развернуться надо. Здесь сплошная двойная линия, неудобства. Здесь установлен знак, который предписывает парковку на противоположной стороне. До ближайшего места разворота около 30 метров. У нас разметка и знаки для того, что надо, чтобы ездить не как удобно, а как безопасно. Проект организации дорожного движения по Архангельскому шоссе по реконструированному участку был разработан специализированным проектным институтом в соответствии с нормативными документами и с предъявляемыми ГОСТами. Поэтому водителям советуют лучше потратить бензин и проехать чуть дальше, чем пополнять статистику аварийности на данном участке. Очередная авария с наездом на пешехода произошла на улице Юбилейной напротив дома номер 15. В этот раз на дороге встретились две женщины. Правда, одна из них была в заранее проигрышной ситуации. Об этом и других происшествиях в рубрике «Протокол». Ушиб головного мозга и перелом таза. Так закончился переход дороги для 54-летней женщины. Наезд на пешехода произошел на улице Юбилейной 15. Водитель такси двигался по улице Юбилейной в сторону Заводской. Просто говорит, что не заметила. На самом деле, что в темное время суток хочется ко всем водителям обратиться, чтобы были предельно внимательны. Пешеходов обычно замечают в самом последний момент, либо когда уже даже при проезде пешеходного перехода, когда те находятся непосредственно перед автомобилем, либо уже при несчастном случае. За рулем Деу Нексии оказалась женщина. Стаж вождения 6 лет. Скоростной режим не нарушала и была трезва. Но, несмотря на это, невнимательность и плохая оценка дороги привели к плачевным последствиям. Сейчас комиссия определяет наказание за причинение вреда здоровью пешехода. Если вину признают, то водителю иномарки грозит штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей, либо наказание в виде лишения прав от 1 до 2 лет. В целом, за прошедшие сутки произошло 34 аварии. Из них 3 с пострадавшими, одна с летальным исходом. Правда или ложь? С таким вопросом столкнулись полицейские Северодвинска. За обман 50-летняя Северодвинка может лишиться свободы на 2 года. 22 сентября женщина получила телесные повреждения и постыдилась идти на работу. Пострадавшая обратилась в больницу с многочисленными побоями. Врачам она пояснила, что ее ограбили и избили на улице Карломарса. В ходе разбирательств полиция выяснила, что женщину на самом деле никто не грабил. А побои она получила совсем в другом месте и прикрывала настоящего героя этого происшествия. Поставил коня в стойло – привяжи. Таким правилом должен пользоваться каждый обладатель двухколесного транспортного средства. На улице Юбилейной 26 украли скутер. Молодой человек оставил его у подъезда и спокойно ушел спать домой. Скутер находился у подъезда, со слов потерпевшего, был накрыт чехлом. Был не привязан, не пристегнут ни к чему. Почему гражданам не говорим, что относится безответственно к своему имуществу, вследствие чего происходит и кража имущества. Такой подарок судьбы стоит 33 тысячи рублей. Теперь вору за него придется заплатить от 5 до 8 лет лишения свободы. Сейчас похититель разыскивается вместе с двухколесным транспортным средством. Вот стоит вот просто так. У северодвинских полицейских теперь появились друзья среди школьников. Накануне в рамках программы «Юные друзья полиции» 55 ребят заглянули к правоохранителям на экскурсию и получили удостоверение помощников полиции. Теперь девятиклассники пройдут курс по изучению основ права и передадут знания своим сверстникам. Северодвинские полицейские пригласили к себе друзей. Работу правоохранительных органов изнутри увидели 55 учеников 8 и 9 классов. В рамках программы «Юные друзья полиции» ребятам вручили удостоверение юного помощника полиции. Теперь этих школьников будут обучать основам права. Для них организуют лекции, развлекательные мероприятия, экскурсии и соревнования. Кроме того, в рамках программы дети будут участвовать в патрулировании территории своих учебных заведений вместе с полицейскими. Стражи порядка таким образом надеются подготовить себе свежие кадры. Утвердить себя в качестве лидера, проявить знания, например, в истории, показать спортивные возможности. Конкурс молодежных проектов объявила администрация Северодвинска. Он будет проводиться по семи направлениям. Документы от участников принимаются до 12 октября 2012 года в отделе по работе с молодежью по адресу. Улица Бычка, 2, кабинет 25. Организационное собрание состоится уже завтра в 10 и в 18 часов. Подробности можно узнать по телефону 58 70 79 или на сайте администрации Северодвинска. Подарил красивую жизнь соседям. Один из северодвинцев превратил свой подъезд в произведение искусства. Стремление к прекрасному у него проснулось после армии. Каменное крыльцо молодой человек превратил в железное кованое. Подробности в следующем видеоматериале. Подарил подъезду радость. Этикованные перила в доме 24 по улице Макаренко. Подарок Михаила своим соседям. Северодвинец долго наблюдал за дырами на крыльце. В итоге нашел им достойное применение. Подъезд свой выбрал. Потому что мне хочется видеть больше эстетики на улицах нашего города. Для меня улица начинается с моего подъезда. Всю работу Михаил сделал в одиночку. Ушло две недели. Только с поручнями пришлось просить помощи у плотников. Соседи поначалу в чудеса не поверили. Сначала думали, что это в планах дома было. В планировке дома. Просто не сделали это в нужное время. Потом спрашивали, почему только нам. Я говорю, что вот. Потому что я тут живу. Потому что мне хочется видеть в себя этого. Хорошо, что такие люди есть. Потому что жизнь должна быть все равно красивой. И стремиться надо хорошей. Этот мальчик тогда молодец. Еще изготовьте такие же красивые перила для школы-интерната. Я бы очень была благодарна. Как бывший директор школы-интерната. Подумайте о детях-сиротах. И сделайте такой красивый подарок. На этом Михаил останавливаться не собирается. На свой подъезд у него большие планы. Сейчас решил поработать над освещением. На смену старым фонарю. Скоро придет еще одна авторская работа. Анна Бибикова, Дмитрий Сватковский. Вестник Северодвинска. Не спеши только закреплять. Вестник Северодвинска о спорте. В Плесецком районе пройдут соревнования на Кубок Архангельской области по грибному слалому. Участие примут 14 человек из Северодвинска. На реке Ваймуга в классе Каяки на дистанции 400 метров соревнующимся придется пройти от 18 до 25 ворот. Сами состязания состоятся в период с 28 по 30 сентября и к другим спортивным событиям. 27 сентября в городе Сочи состоится Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Пять человек из Архангельской области примут участие в этих соревнованиях, в том числе и северодвинцы. Ольга Макроусова, Михаил Чевиксин и Максим Грязнов примут участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов. Спортсмены будут бороться за звание сильнейших в настольном теннисе, дарце и пауэрлифтинге. Сопровождать нашу команду будет играющий тренер Елена Косаковская. Также в команду вошел спортсмен из Новодвинска Алексей Кулакин и впервые Юрий Нестеренко, колясочник из Архангельска. Сами соревнования пройдут в Адлере на территории курортного городка. Поддержку в этой поездке нашим спортсменам оказал отдел физической культуры и спорта администрации Северодвинска.